Анализ конкурентов. Это в оптимизации. Зачем нам делать анализ конкурентов? Я всегда вам говорю, что конкуренты – это не враги. Конкуренты – это друзья. Причем конкуренты, которые в вашей нише, они как ваша фокус-группа. Они уже что-то сделали и вы можете анализировать их успехи либо неудачи, глядя на их ролики, глядя на их там, допустим, контент, глядя на их теги, глядя на их названия, на их обложки, понимая правильно или неправильно. Зачем вам говорят, что не надо делать анализ конкурентов? В большинстве своем ютуберы, которые вас учат продвигать каналы, они не маркетологи. Они просто валятся в ютубе и делают, то есть вот формат какой? То есть почему я всегда настаиваю. Сначала делаем целевую аудиторию, потом делаем анализ конкурентов, потом выясняем УТП, потом делаем ключи, потом делаем кластеризацию, потом смотрим там монетизацию, потом тестируем. Потому что я уже двенадцать лет делаю это на сайтах и это получается. И в ютубе ничего не меняется от слова «абсолютно». И анализ конкурентов – это очень крутая работа. Но мы вот в школе показываем, но в клубе будем показывать предметно, пошагово, да, свод, анализ конкурентов. Как делать и почему? Конкурент – это тот, кого смотрит вместо нас. И мы должны с конкурентами банально воевать, ну честно воевать, да, и отбирать у них внимание их аудитории. Они не будут его отдавать, но мы должны сделать так, чтобы это прошло максимально эффективно. Как мы это можем сделать без анализа конкурентов, я не понимаю, да. Что делать? Почему вам это не рекомендуют, да, потому что они не умеют, банально. Ну многие, вот у них даже на каналах там, в школах, у них нет анализа конкурентов, ни одного ролика. Знаете почему? Потому что они знают, как поступиться. Потому что они никогда этого не делали. Для них это все вот, все на что хватает действий – это поставить, взять каких-то ботов кучу и послать вам дизлайков там, да, вот в этом формате. Купить там дизлайки, лайков там, да, жалобы писать. Вы же не знаете, сколько на нас жалобы пишут. У нас много пишут жалоб, да, в этом формате. Потому что мы многим переходим дорогу. Поэтому что делать? Анализируйте конкурентов, собирайте как марши конкурентов, подписывайтесь на них, смотрите их стримы, их ролики. Почему? Задавайте вопрос, зачем они это сделали? Почему они это сделали? И уже воспринимайте конкурентов, выводы, да, конкурентов, как своих союзников. Потому что, глядя на их победы, вы можете видеть их поражение, анализируя их действия, бездействия, ответы на комментарии. Причем у меня самый лучший, я вам даю инсайт, самый крутой, самые лучшие идеи, которые мы берем для школы – это идеи в комментариях под видео конкурентов. Они записали видео, но тема полностью не раскрыта. Почему? Потому что многие из них даже не читают комментарии. Они же боги, они вверху пирамиды, они не могут прочесть комментарий. А вы прочтите и составьте свой сценарий ролика, как у конкурента, но с учетом ответов на эти комментарии. Сделайте его более полным, более интересным, более ярким, да. И в этом вам помогают конкуренты. Понимаете? Потому что я вас уверяю, что очень мало кто заморачивается вообще анализом конкурентов. Потому что вы все звезда во лбу. И вы, делая анализ конкурентов, быстрее придете к заветной цели. Потому что вам же надо кого-то обгонять, кого-то обходить, да. И выбирайте себе таких мощных. Потому что со слабенькими, там, да, вот многие из нас, из вас, там, да, они начинают, ой, там есть, там, у меня, там, пятнадцать болтается, ни о чем. Вот в школе видеоблогеров конкурент уже, там, да, вот кто у меня конкурент? Это естественно, это ваша привычка. Ваша привычка делать, слушать какую-то ерунду, делать по-своему, да. Мы пытаемся бороться с вашими привычками, и вы найдите своих конкурентов, и используйте их знания и умения. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.